Мойн-мойн, призыватели! Настало время Тирлиста патча 12.14. Но для начала вспомним о новых скинах Звездных Защитников, которые мы получим в этом патче. Ну а после продолжим. Так как вы все еще здесь, то начнем с верхней линии. А начинаем мы с Поппи, которая пусть и поднялась до С-тира, но является одной из самых слабых в этом тире. Она явно сможет напрячь многих, но точно ничего не сделает метовым чемпионом. Сиджуани в С-тире. У нее слишком много механик для размена в свою пользу, да и урон тоже достаточно высокий, а броня с пассивки заблочит тонну урона. Если же вы играете с Игнайтом, то килл вам точно обеспечен, ведь вы будете заставлять врагов принимать невыгодные размены с вами. На ургота не было прямых нерфов или бафов, но он все же поднимается в С-тир за счет ослабления остальных. Пусть патч на прочности сказался на нем плохо, но он все еще может наказать оппонента по линии. Главное это уметь управлять волнами миньонов. Там попал в А-тир. Сейчас он не так сильно работает против танков и брузеров, как раньше, которые, кстати, сейчас захватили мету. Ясо упал на дно аж в Д-тир. Его переиграет практически любой стандартный топпер, не давая ему и шанса на выход из размены или в лейтгейм. Переходим в лес. Тут нас сразу встречает Рексай, которая поднимается в О-П-тир. Ей было довольно непросто в последних патчах, но в правильных руках. Она разрывает всех на своем пути. Мало кто может поспеть за ее агрессивной игрой. Элиза попала в А-тир. Хотя, как и Рексай, дожуйте агрессивный чемпион на начальной стадии игры и может спокойно дайвить на третьем уровне под башней. Однако, большая разница это в исполнении гангов. Элиза не может также неожиданно зайти на лайн, прокопав себе туннель. Переходим на среднюю линию и в первую очередь поговорим о Серафине. Ее нерв на В-шку довольно неслабый и пока что она перемещается в С-тир, но более понятным все станет в обновленном тирлисте. Киана поднимается в С-тир. Дело в том, что сейчас она единственный жизнеспособный убийца, у которого есть урон на всех стадиях игры. А с учетом этого патча на более высокую агрессию, то она станет еще сильнее. Виктор тоже в С-тире. По факту для него ничего не изменилось, но патч на более агрессивную игру в начале даст больше возможностей в выигрышных матчапах. В остальном же все остается по-прежнему. Переходим на нижнюю линию. Снова в первую очередь затронем Серафину, которая тут, кстати, в ОП-тире. Здесь у нее нет врагов, которые могли бы испортить ей начало. И для нее по факту ничего не изменилось, поэтому можете спокойно брать и играть как раньше. С Зерри же патчу была не так рада и попала в С-тир. Правда, она все еще монстр в лейтгейме и, скорее всего, будет очень сильна в хай-элла. Ну что, остались лишь саппорты, по которым этот патч ударил очень сильно. А поговорим мы в первую очередь о Зайре, которая попала в ОП-тир. И, скорее всего, сейчас она одна из самых сильных саппортов. Ведь сейчас будет очень важно выиграть в начале игры. Рената Гласк занимает С-тир. Она потеряла немного в начале игры, но ее мид и лейтгейм остался таким же сильным. И она все еще может перевернуть игру. Юми же упала в С-тир. Нерв ее Ешки и хила, в принципе, в игре сильно скажутся на ней. Вряд ли она сможет сильно подняться, но все же дождемся обновленного тирлиста. А на этом сегодня все. Не забывайте подписываться, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Ну а с вами была Ололос. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok